Всем привет, мои хорошие! С вами Ага Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать вот такой вот сет с запеченными роллами. Я реально настолько соскучилась просто по роллам, что вы не можете это себе представить. Это просто, наверное, дней 10 где-то я их не кушала. Это все связано с карантином. Мои любимые доставки, они не работают. А из других мне не хотелось заказать. А потом я вспомнила, что здесь я однажды заказывала и мне понравилось. Вот взять любые роллы, да, мне больше всего все равно нравятся запеченные. Вот как я впервые их полюбила, так они у меня до сих пор в сердце. А больше всего мне нравятся вот эти вот с креветкой. С вашего позволения, я буду долго жевать, дабы насладиться этим всем вкусом в полной мере. Не могу сказать, что прям очень голодная, потому что я заказала их, и они мне вовремя не привезли. Пришлось перекусить. На улице дождик. Такая, знаете, пасмурная погода. Вроде апрель, но просто выйдешь на улицу, ты просто одубеешь. Настолько холодно. Чувствует мое сердце, что лето тоже будет холодное. А еще Вчерашний весь вечер я пыталась загрузить игрушку Sims. Правда, во влоге вам об этом говорю, но так как влоги смотрят не все, расскажу и здесь тоже. Сегодня я снимаю для вас влог, сегодня я загружаю для себя Sims. Мой любимый блогер как-то сказал, что он начал играть в Sims, потому что нечем заняться, целый день дома. Я начала смотреть, как вы думаете, что летсплей. Раньше я думала, какие дураки смотрят летсплей, вот зачем это надо. Сейчас просто залипло. Так хочу играть, как какой-то задрот реально. Вот прям умираю, хочу загрузить эту игру, но просто дело в том, что ой, как остро. Дело в том, что у меня интернет такой шикарный просто, такой обалденный, что эта игра у меня загружается за два дня. У меня прям ностальгия. Когда кто-то играет, я сразу вспоминаю, как мы с братом играли, и брату как-то сразу надоело строить дома, там, что там. Он потом перестал, начал играть в ГТА, а я продолжила. И так как у нас компьютер был один, вот, мы с братом никак не могли решить, кто будет играть. И, кстати, получалось так, что за час игры на компьютере я должна была платить денежку. Нет денег, нет игры. У них деньги, ты можешь играть. В общем, вот такой вот у меня был честный брат. Знаете, что я делала в Симсе? Я четыре жены и один муж, и у них отдельные, короче, дома. И как они друг о дружке не знали, знаете, как это я делала? Я просто делала так, чтобы вход к двери мог только зайти муж. и получался такой этот гарем. Вот. Если среди вас тоже есть любители Симса, то обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях. Вообще, я скажу вам так. Я решила, что мне нужно менять компьютер и менять интернет, дабы улучшить качество своих видео и еще загружать на компьютер новые игры. Вот. Так как мой компьютер загружает в хорошем качестве, можно сказать, за день, поэтому приходится что-то прикупать. вот что делать. Получается, что я снимаю на Кэнон, а вы видите, качество не такое уж крутое, как есть на самом деле, потому что мне приходится сжимать. Зачем так делать? Это лучший сад из всех лучших. Я все так говорю. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Обожаю вот с майонезно-сырной шапочкой вот эти вот роллы. Я понимаю, что время идет и надо двигаться как-то вперед. Вот вы говорите, у тебя много времени, а ты снимаешь мало видео. Проблема как раз-таки заключается в том, что снять-то я могу, времени много. А вот как вот это вот загрузить на компьютер? А потом загрузить в интернет? Это получается 3 часа у меня одно видео, например, загружается на компьютер, а потом где-то час еще и в интернет. Это очень большие потери именно времени. За это время можно, например, смонтировать еще одно видео. А я просто сижу и жду, пока загрузится. Поэтому я думаю, что что-то пора менять. Пора вкладывать деньги. в технику. Я сначала думала, может взять моноблок от Apple. Я не очень разбираюсь в технике. Быть может, какие-то термины я говорю не совсем правильно, потому что я человек, ну не прям, знаете, который разбирается в технике, все хорошо знает. Но насколько я знаю, у меня никогда не было MacBook'а. Вообще, у компьютеров от Apple у них стоит операционная система Macintosh, или как она правильно называется. И поэтому это не очень хорошо в том плане, что в интернете все программы, все, 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 все для Windows. Для разных Windows, но для Windows. Трудно найти пиратские версии каких-то программ именно для Mac'а. Даже не факт, что вот эта программа, с которой я на данный момент монтирую свои видео, она пойдет на Mac. Поэтому я думаю, лучше взять какой-то мощный компьютер, может от Acer, или HP. Пойдет. Как же вкусно! Как же вкусно! Здесь у меня этот васаби. Честно, я никогда его не ем, но говорят, что если вы не едите васаби, у вас могут появиться глисты. поэтому давайте немножечко. Обычно он бывает супер какой-то острый, именно поэтому я стараюсь обходиться без него. Обязательно сегодня будет влог. Обязательно вот этот мук-панк. Ну еще бы вы его смотрите. Давайте немножко поотвечаем на вопросы с инстаграма. Точнее, на один очень интересный вопрос. Мне его задавала Алина Кузнецова. Алиночка, тебе огромный привет! Спасибо, что пишешь комментарии. Мне реально безумно приятно. Спасибо, что следишь за мной в инстаграме. Ну, в общем, вопрос заключается в том, что традиции вот в Азербайджане, на Кавказе, каких традиций придерживаюсь я и какие нравятся мне. Какие бы я хотела исключить, например. Вот. Что касается традиций. Я не могу сказать, что все традиции мне нравятся. Какие-то очень нравятся. Какие-то совершенно не нравятся. Мне нравится у нас уважение к старшим. Я знаю, что когда я состарюсь, например, на меня какой-то сопляк не будет кричать матом. нас как-то в детстве приучали к этому, что это старший. Так нельзя разговаривать со старшими. Ты младшая. Ты должна знать свое место. Не вклинивайся в разговор и так далее. То есть нам все это объясняли и я никогда не могу позволить себе включать матом на человека старше себя. Да и вообще я считаю, что это правильно и понимаешь ты, что это правильно, когда становишься уже взрослым. Когда заканчиваешь школу и так далее, тебе неприятно, когда, например, шестиклассник может тебя как-то обозвать, а ты, например, в 11 классе и ты думаешь господи, куда катится мир? Реально уважение ноль. Но есть какие-то традиции, которые вообще мне не нравятся. Например, на свадьбе хна. Вот зачем нужна хна? Я не понимаю. это традиция. Все устраивают хну. Это что-то вроде девичника для девушки, которая уходит замуж, приходят ее под руки, все мажут вот этот пальчик хной. Честно, мне вообще не нравится. Это традиция. Я считаю, что это пустая трата денег и времени. Можно взять, не знаю, пару своих подруг, пусть тройку посидеть где-то в ресторане, пойти в кино, не знаю, в спа, отдохнуть хорошенько, вот тебе и девичник, я считаю. А вот эта хна все такое, честно, это совершенно не мое, мне не нравится. мне нравится еще вот эта тема с приданным и, например, жених должен купить золото для своей невесты. бериллианты 3000 долларов одно кольцо, я надеюсь, кое-кто услышал и посмотрел это видео. 3000 долларов одно кольцо бериллиант нужно купить, чтобы девушка вышла за тебя замуж. Если бериллиант ты не покупаешь, то девушка за тебя не выходит. На самом деле это шутки, но у нас есть такие традиции и реально помолвичная 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 короче вот это вот кольцо, когда происходит помолвка, оно всегда бывает очень дорогой. Вот в Баку редко встретишь семью, которая купит кольцо без бриллиантов. Обычно это там карат, но это типа обязательно, ну как без этого типа. у кого есть деньги обеспеченная семья, могут купить и за 2000 долларов вам колечко и за 3. Что мне нравится на Кавказе, то есть в других странах есть у тебя бабки, ты покупаешь это кольцо, нет у тебя бабок, ты их не покупаешь, да, а у нас ты должен, потому что это такая традиция. Я вам к этому, да, хорошие есть традиции, есть и плохие. Вот это хорошая традиция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я даже не наелась, вот реально вам говорю. Может это связано с тем, что я очень мало жую, поэтому мой рот даже не понял, что произошло, куда делись роллы вообще. Вообще всегда и в школе, в младшей школе нас учили, когда мы в столовую ходили, что еду нужно хорошенько пережевывать. но видимо это нас братом не коснулось. брат тоже только засунул в рот все. Жевать мы про такое не слышали. Какой жевать? Кого жевать? Вы что? почему я стала меньше снимать про роллы? И про фаст фуд? Не потому что я боюсь заразиться коронавирусом. Нет. Просто я экономлю. когда ты редко снимаешь и снимаешь что-то такое, то это тебе как бы не так сильно бьет по карману. А когда ты каждый например три дня снимаешь роллы и они недешево стоят и для мукбанка ты три-четыре штуки не положишь. Понимаете? Нужен сет. Нужно много, чтобы красиво было и все такое. Ну и наелаться. Наесться, конечно. потому что ситуация в стране немножко нестабильная. Да что же говорить не в стране а вообще во всем мире. я стараюсь как бы думать о завтрашнем и непонятно что будет завтра поэтому нельзя все на еду. Как ни крути домашняя еда намного дешевле обходится чем крупная. обожаю этот сок он прям с частичками этого мандарина альсина у меня сегодня праздник у меня даже сок есть мы обычно из дома не выходим а уже сегодня у нас продукты закончились поэтому пришлось выйти на улицу мы отправили смс на 8103 чтобы получить разрешение кстати сначала мне не получалось потом я спросила одного очень грамотного человека и мне сказал ты еще обораж не так отправляется по-другому последний последний герой дощечка еще пахнет роллами можно это дощечку скушать или хлебом вот так дощечку обмазать в общем на этом все всем желаю приятного аппетита удачного дня с вами лайк эмили всем пока дощечка